Проект U-Game ждёт именно тебя. Именно тут ты найдёшь самый дешёвый и цель на донат. Именно тут ты найдёшь большой онлайн. Именно тут ты найдёшь самописную сборку. Именно тут ты найдёшь очень крутой спаун. Обязательно зайди и поиграй вместе со мной, потому что я сам тут время и время не играю. Конечно же, IP-порт этого крутого проекта есть в описании. Заходи и играй вместе со мной. А мы продолжаем. Всем привет, ребята! Кент на проводе. И сегодня ваш кент АПК вам расскажет, на каком же режиме лучше всего фармить себе опыт, дабы поднять себе уровень. И на примере пяти основных режимов мы узнаем, где же выгоднее всего играть, дабы получить больше всего опыта. Мы проверим командный бой, классика, резня, АВП, а также зомби выживание. Надеюсь на вашу поддержку в виде лайка. Мне, ребята, будет очень приятно, а также ваши лайки меня мотивируют снимать гораздо больше видео. Как именно я буду проверять? Я буду играть на каждом режиме ровно по 5 минут. И на каком режиме я получу больше опыта, то на том режиме я буду рекомендовать играть именно и вам. Ну что ж, поехали! А начнем мы именно с командного боя. Я играл на протяжении 5 минут, и я получил ровно 100 опыта. Запомнили? Ну что ж, идем дальше. А дальше мы играли на классике. Я, конечно, понимаю, что вы все любите классику, в том числе и я, но, к сожалению, классика меня не порадовала, потому что мы получили всего лишь 60 опыта. Как по мне, это очень-очень мало. Ну а после этого я пошел играть в зомби-выживание. Это, как по мне, самый веселый и самый интересный режим. Но, к сожалению, количество полученного опыта меня крайне не порадовало, потому что я, ребята, за 5 минут всего лишь-то получил 30 опыта. Это даже меньше, чем на классике. Четвертым нашим режимом был режим резня. Я вам скажу только одно. Если вы новичок, пожалуйста, никогда не заходите в этот режим, потому что именно в этом режиме вы себе можете вынести мозг. Ребята, я играл крайне долго, играл 5 минут, играл, в принципе, неплохо, сделал 10 убийств, и я получил всего лишь-то 70 опыта. И наш заключающий 5-й режим это АВП. Я был немножко в шоке. Я никогда не играл с АВП. У меня вообще нету опыта игры с АВП. Но, тем не менее, я играл очень хорошо. Я делал много убийств, и прямо сейчас вы все это видите. Я был в шоке, когда по истечении времени я получил 120 опыта. На АВП-режиме я получил больше всего опыта, поэтому я вам всем рекомендую играть именно тут. Тут играть, как оказалось, крайне просто, потому что я без особых навыков убивал почти всех, и я был на первом месте. И в конце нашего видео я хотел бы подвести небольшие итоги. Играть на зомби-выживание, это, ребята, вообще не профитно, потому что зомби-выживание, это, в принципе, мини-режим, который создан для того, чтобы просто веселиться. Играть в командном бою можно. Можно хорошо поднимать себе опыт и монеты. В принципе, командный бой неплох. Классика. Классика я бы не рекомендовал, потому что все это затягивается по времени. Режим резня я, ребята, никому никогда не рекомендую, потому что там происходит какой-то полнейший бред. Много людей все друг друга убивает, вообще ничего не понятно, поэтому режим резня я не рекомендую. АВП-режим самое то, он подходит идеально и новичку, и профессионалу, потому что, в принципе, на нем играть не так уж и сложно. Я лично рекомендую карту каста, потому что на этой карте играл я, и мне на ней больше всего везло. Ну что ж, с вами был ваш Кент АПК, обязательно поддержите меня лайком, обязательно поделитесь данным видеороликом с вашими друзьями, напишите любой позитивный комментарий, подпишитесь на мой канал, если вы впервые тут. А с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока!